Сегодня наша рубрика посвящена самым милым и пушистым созданиям, кошкам. 8 августа празднуется Всемирный день кошек, но помимо этого дня в различных странах существует еще и своя дата в честь пушистых друзей. Первый российский днём кошек является 1 марта. В США день кошек празднует 29 октября, а в Японии 22 февраля. Наверное, все знают, что у каждого человека отпечаток палец уникальный. Девочки, а как вы думаете, есть ли у кошек такое место на теле, отпечаток которого не похож на другие? Мне кажется, это нос. Мне тоже. Правильный ответ – это нос. Его рисунок у каждого кота уникальный, как и отпечаток пальцев у человека. Вот еще один вопрос. Знаете ли вы, как называются уши у кошки? Вибрисы. Правильно. А зачем они нужны? Об этом вам прочитаю я. Уши для красок. Вибрисы – длинные волоски на воздухе. Важный орган – осезание кошки. Эти уши настолько чувствительны, что способны улыбать малейшее движение воздуха. Благодаря вибрисам даже в условиях плохой видимости кошкам удается определить препятствие или опасность. В мире существует более двухсот пород кошек. И сейчас мы поговорим немножко о них. Кошек какой породы называют кошки кенгуру и кошки такса? Не знаю. Не знаю. Их называют манчкины. У этих кошек очень короткие передние лапки, поэтому они похожи и на таксу, и на кенгуру. И так вот они выглядят. Второй вопрос. Кошки какой породы самые маленькие в мире? Мне кажется, сиамская. Я не знаю. И это же сингапурская кошка. Кошка сингапурской породы занесена в книгу рекордов Гейнаса. Занесена в книгу рекордов Гейнаса, как самая маленькая в мире. Вес котов не превышает 3 килограмм, а кошек 2 килограмм. Дячную Сингапуру называют дюймовочкой кошачьего мира. Девочки, сейчас я буду показывать вам фото кошек, а вы попробуйте отгадать, какой породы каждая кошка. Я не знаю. Мне кажется, русская голубая. Да, это правильный ответ. Дальше. Сиамская. Сиамская. Да, это правильный ответ. Британская. Британская. Да. Сфинь. Канадский шпинь. Да, это правильный тоже ответ. В мире очень много пород кошек, но беспородных гораздо больше. Котенка без порода можно найти на улице, взять в приюте или у знакомых. Такие кошки принесут не меньше радости своему хозяину, чем кот с родословой. До свидания.